Дополнительно напомню, что в соответствии с ранними рекомендациями избирательной комиссии центральной, в том числе, этот порядок практически был идентичен тому, который вы назвали. Ну вот, Мария Николаевна, она приводит часто этот пример, да, она подвергалась привлечению к ответственности по этому порядку, поэтому, ну, коллеги, порядок, есть порядок в основном. Спасибо. Еще вопросы, коллеги. Законопроекта, пожалуйста, Мария Николаевна Кусакова. Я подвергалась, подвергаюсь, а теперь буду законно подвергаться, да, это понимаю. Понятно, что каждый закон, сегодня поправки в закон о выборах, он направлен формально на прозрачность и, скажем так, улучшение процесса избирательного по факту, мы видим, что лучше не становится, а все это больше такие, ну, скажем так, формы сдержек, фильтров, и на качестве кандидатов я сомневаюсь, что они скажут. Я не буду говорить об иностранных агентах, о всех этих, в принципе, на сегодня появляющихся возможностях любого человека, сегодня по формальным каким-то признакам, так или иначе, не допустить к участию в избирательном процессе. Не буду говорить о том, что сегодня в ходе процедуры праймерис мы видим такое огромное количество нарушений прав людей, когда просто с людей собирают даже пароли от их личных страниц и за них голосуют. И этот процесс мы никаким образом не регламентируем, об этом я говорить не буду. Я хотела остановиться на таком моменте, как увеличение избирательного фонда партии. Вот уж поверьте, от чего не страдали, от того не страдали. Мы как-то, нам хватало тех рамок, в которых были обозначены те объемы средств, которые может тратить кандидат. Я понимаю, что нам проблем партии «Единая Россия» не понять. Более того, могу сказать, что, конечно, это достаточно такой легальный, неплохой способ конвертации или, скажем так, обналичивания средств без дополнительной базы налогообложения. И сейчас через эти фонды, ну, я могу сказать, как работодатель, как руководитель на сегодня средства на разноску той же агитационной литературы, сегодня я оплачиваю услуги разносчиков и оплачиваю в пенсионный фонд, и все там порядка 40%, а через избирательный фонд это мне обойдется 13%. Конечно, в принципе, ну, скажем так, неплохой дебет с кредитом. Поэтому мы понимаем, на что это сегодня направлено. Но вчера, когда мы обсуждали этот законопроект, сегодня Денис Александрович не стал иллюстрировать это все-таки примерами с другими регионами, о том, что мы в три раза увеличиваем, но посмотрите, вот в других-то регионах еще больше, мы и так вот тут вроде как отстаем. Мне бы все-таки хотелось, чтобы такие аргументы о том, что мы отстаем, все-таки озвучивались, когда мы вносим вопросы об улучшении, об увеличении заработной платы и уровня жизни наших людей. Вот если бы мы сегодня с вами зарплату, а не избирательный фонд, деньги, которые на одного избирателя потратятся, зарплату бы людям среднюю в Алтайском крае увеличили в три раза, я думаю, что вы бы увидели, скажем так, более благодушное отношение людей, в том числе и ко всему избирательному процессу. Спасибо.